МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава мирного Александра Басыров, занимавший эту должность с 2012 года, ушел в отставку. Он покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Временно исполняющим обязанности градоначальника назначен заместитель главы по инвестиционной политике Клим Антонов. Выборы нового главы города и депутатов городского совета пройдут в сентябре 2017 года. На площадках международного форума «Арктика. Территория диалога» пройдет рабочая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его коллеги из Норвегии Берге Бренда. Последний уже заявил на ежегодном обращении парламенту Скандинавского королевства, что рассчитывает встретиться на форуме с главой российского МИД. Полноценных встреч у них не было с октября 2014 года, поскольку Норвегия присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и приостановила политические контакты на высшем уровне. Еще в прошлом году глава МИД Норвегии Берге Бренда заявлял, что не планирует визитов в Россию. Сегодня в Архангельске пройдет заседание оперативной группы по координации действий во время паводка. Будет определен порядок проведения ледокольных, взрывных и других видов работ на реках области, чтобы не допустить наводнения в населенных пунктах региона. Начало серьезных весенних процессов мы ждем, наверное, в середине апреля. В этом году как-то все очень спокойно. Пока уровни на реках пониженные, и даже при каких-то остановках на заторных участках мы не ждем какого-то очень серьезного осложнения. Ледовые переправы, скорее всего, будут работать до середины апреля. При этом метеорологи отмечают, ситуация в любой момент может измениться. Из-за плохого состояния дорожного полотна в Котласе запретили автомобильное движение по одной из самых загруженных улиц города Черково. По ней ежегодно проезжают тысячи автомобилей. Знак запрещающий движение появляется здесь каждую весну по решению комиссии по безопасности дорожного движения. Эта мера вынужденная. Она позволяет незначительно, но снизить нагрузку на транзитную трассу. Сегодня на Черково выявлено 9 внушительных выбоин. Имеются выбоины с размерами, превышающие предельно допустимые требования ГОСТа. В связи с чем в начале марта этого года силами ГИБДД было привлечено должностное лицо МБУ службы благоустройства МОО Котлас за ненадлежащее содержание указанной автомобильной дороги. В июне 2015 года Котласский городской суд обязал собственника дороги, администрацию Котласа, привести улицу в надлежащее состояние. Тем не менее, денег на капитальный ремонт дороги в городском бюджете 2017 не заложено. На улице Черково проведут ямочный ремонт. Временное ограничение движения продлится до середины мая. Сегодня в России день православной книги. Праздник отмечается уже 7 лет, хотя история его началась еще в 16 веке, когда в свет вышла первая на территории российского государства книга «Апостол», напечатанная Иваном Федоровым. Православная литература разножанрова – это и «Житие святых», и «Богословские книги», «Журналы» и «Словари». По статистике, 70% читателей православной литературы – это дети. Если мы детей с самого начала обучаем нравственным основам, духовным основам, то мы знаем, что это основной стержень, на который потом нанизывается все. Или он будет врачом, или он будет каким-нибудь ученым, или он просто будет каким-нибудь водителем автобуса. Но самое главное, чтобы человек был духовно-нравственный. Православный текст мы услышим и на главном музыкальном событии весны – Большом пасхальном фестивале. Он откроется 18 апреля в Кирхе. В первый день арктического форума в гостиных дворах откроется новая выставка Северного морского музея «Дом полярника». Над воссозданием интерьера и быта полярной станции 60-х годов прошлого века научные сотрудники морского музея работали несколько недель. Зрителю представят самые необходимые предметы быта, различные приборы и инструменты. Сборно-разборную конструкцию самого дома сейчас монтируют на заводе. Выставка будет интерактивной. В апреле экспозиция переедет в Северный морской музей, где проработает до начала сентября этого года. Метеобудка, которая будет полностью восстановлена, все приборы будут рабочие, в нее можно будет заглянуть, можно будет провести измерения, узнать влажность, температуру. То есть практически провести те самые метеонаблюдения, которые полярники делали каждые три часа, включая день и ночь. В майские праздники Северная железная дорога запускают дополнительные поезда. Они будут курсировать из Архангельска до Москвы и Санкт-Петербурга и обратно. Так, поезд из Северной столицы в областной центр отправится 26 апреля, из Архангельска на следующий день. Кроме того, назначен поезд с сообщением Москва-Архангельск, который отправится из столицы 29 апреля, пройдет через Санкт-Петербург и 30 апреля прибудет в Архангельск. Один дополнительный поезд назначен направлением Котлас-Москва и обратно. Отправление из Котласа 27 апреля и 8 мая, из Москвы 28 апреля и 9 мая. 14 и 15 марта Архангельский хоккейный клуб «Водник» проведет два домашних матча. В рамках 1-4 финала чемпионата России по хоккею с мячом. Соперником нашей команды станет «Уральский Трубник». В предыдущем матче с Трубником «Водник» удержал убедительную победу, семь раз поразив ворота противника. В серии команды играют до трех побед. Сейчас счет равный 1-1. Вход на стадион «Труд» свободный. Начало игры в 19 часов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА